Всем привет! В воскресенье! Это значит, что сегодня будет обзор. И сегодня интересный обзор. Он по мотивам предыдущего воскресенья, когда мы делали обзор на ноунейм-доставку шаурмы с метро Перова. Как-то так вышло, короче. Но! Благодаря вам я узнал хорошую новость. Для меня была где-то год назад плохая новость, когда после того, как мы снимали обзор на ресторан Сахара на МКАДе, и поели там вот этой шаурмы, и посидели в этом антураже такой а-ля Анапа-Египет. Ну, в целом, получили удовольствие. Нам понравилось в этом заведении. И оно буквально через неделю или две сгорело. Сгорело после нашего обзора. Новость была грустная, но Сахара, как я понял, оклемались. То, что у них были еще рестораны, возможно, там страховка. Ну, вот это все я туда не лезу, понятия не имею. И под прошлым обзором мне люди стали писать, что, оказывается, они вот этот потерянный ресторан возместили рестораном, который находится рядом с нами. То есть они открыли новый в районе Химок. И я такой, а раз открыли, значит, наверняка есть доставка. Я полез, и есть доставка до меня. Я заказал рано-рано утром, где-то полдевятого. Мне перезвонила менеджер без 15,9. И сказала, мы вам привезем вас сколько надо. Я сказал, так, я так рано не готов, давайте в 12. В общем, ждем 12 и посмотрим, справятся ли они привезти вовремя. А честно сказать, я не знаю, ну, Сахара. Ребят, обзор уже был, но теперь в формате доставки посмотрим. А, единственная печалька, которая меня расстроила, это то, что цены выросли. Я помню шаурму в Пите, где-то 200 или 220 рублей. Довольно много начинки. 380 рублей, может быть, стоит купить за 200, за 200 купить с курицей. Сейчас она стоит на сайте за 300. Это вот единственная грусть, которая пока меня затронула. А в целом у меня довольно приятное ощущение от того, что у меня рядом Сахара есть. Привезли они ровно в 12, как я и просил. Секунда в секунду. Вот в таких фирменных пакетах, смотри. Ну, в этом плане у Сахары, конечно, все нормально. Так, фольгированная упаковка. Что-то там даже теплое. Куриный шашлык. Шашлык из свинины. Ну, давай вот сейчас посмотрим температуру на примере шашлыка из свинины, да? О, комплектация, смотри, есть. 52 градуса. Ну, это весьма сносно, в принципе, для доставки. Пойдет. Так, что касается шаурмы. Шаурма приезжает вот в такой фольге. Причем подписана. И что интересно, тут же стоит срок годности 2 часа. Видишь, все четенько. В 9.52, соответственно, в 12.52 она должна быть съедена. А я думаю, что примерно так и будет. Так, ну, она теплая. То есть, я бы не сказал, что шаурма прям горячая. Она тепленькая. О, о, та самая, та самая, которую мы видели. Слышали, ну, я не знаю, куда пикнуть. Снаружи будет холодно, конечно. 34 градуса. Ну, в принципе, есть такие ощущения. Где-то, может быть, чуть теплее температура и тело. По напиткам тут более чем хорошо. Очень холодные, серьезно. Это какой-то их фирменный напиток. 7 градусов. Холоднее даже, чем хотелось бы. Святой Граль брендированный, посмотри. Нифига себе, специально для Сахара делают. Или они переклеивают. 10 градусов. Тарухун Сахара. Круто. Заведение в Химках новое. Как я понял, потому что на сайте прям висит. Вот мы открылись. То есть, это совсем недавно произошло. В этой связи кое-какие непонятки. Например, плов. Мне позвонила девушка, сказала, плов мы еще не готовим. Потом она что-то там с кем-то связалась параллельно. Говорит, ладно, специально для вас приготовим. Я заказал какой-то вообще плов за 900 рублей. Сабзи плов с бараниной. И они его сделали специально для меня, как говорят. Ну, не для меня, как для покышеварин. Все-таки, я надеюсь, они не идентифицировали, потому что заказ, как всегда, на Димку был оформлен. Но, тем не менее, плов они сделали. Что еще из шок-контента? Это Цезарь. Ребята, Цезарь. Вы даже представьте, не можете, сколько Цезарь может стоить в ресторане Сахара. Кто-то скажет 500. И все такие, 500. Кто-то скажет 600, 700. Все будут в шоке. Нет, ребята, 1100 рублей. Называется он у них салат Царь Цезарь. И весит он не по-царски 250 грамм. Мы это все попробуем. Уже вот здесь все стоит. Мы сейчас будем все пробовать. Конечно, вот, в общем, очень любопытный обзор. Но, тем не менее, я уже, вот, то, что вижу, это то, что шауха, шауха та самая дороже, но та самая, которую мы брали в лепешке у них в заведении. Ладненько, начнем с шашлыка. Тем не менее, шаурма чуть-чуть тепло лучше сохраняет. Давай глянем. Давайте начнем, действительно, с шашлычка. Это свиная шейка, 209 граммов. А должно это весить вместе с гарниром. Это морковка и лук. 170. Ну, то есть, тут все соблюдено. И давайте сразу посмотрим. Куриный. 185 граммов весит. А должен 180. Хотя, если минус 10 граммов упаковка, не до вес 5 граммов. Переживем. Ну, пожалуй, попробуем. У нас уточнили, сколько персон, сколько положить приборов. И нам положили 5. Так как мы сказали, что у нас 5. 5 приборов, спасибо большое. То есть, там внутри ложка, вилка, ножик, зубочистка и салфетка. Но салфеток, салфеток могли бы положить еще. Куриный шашлык остыл и уже довольно сложно протыкивается. То есть, он как будто бы суховат. Как будто бы он чуть-чуть не сегодняшний. Честно признаюсь. То есть, он не мягкий. Это вроде бы бедрышки. И это как плюс. Также, опять из плюсов, это, конечно, гарнир. Когда просто привозят мясо без какого-либо гарнира, это скучно. Так это более-менее. Плюс, дополнительно, видите, да, посыпано сумахом. А сумаха это клево. Он такой кисленький. Добавляет интересного вкуса. Но, тем не менее, это, конечно, никак не оправдает, если мясо будет жесткое. Плювается нормально. То есть, протыкивается плохо. Вилка не приспособлена для протыкивания такого мяса. Но, оторвалось нормально. Запах приятный. Стоит 360 рублей за 200 граммов. Из них 160 только мяса. Дорогой куриный шашлык. Чудо не произошло. Сухой, тяжело жующийся шашлык из курицы. Как может быть шашлык из курицы тяжело жующимся? Это надо постараться. Ну, серьезно, я не хочу наговаривать на ребят. Но, мне кажется, этот шашлык не сегодняшний. То есть, его готовили не только сейчас. Скорее всего, это вчерашний готовый шашлык, который остался. Его сегодня не привезли. Это непорядочно. Я, конечно, понимаю, что утро вы работаете круглую, там, скорее всего, наверное, круглую ночь. Ну, короче, это шашлык. Такой уже прям совсем есть не хочется. При этом должен отметить, что маринад у шашлыка вкусный. То есть, если это только что приготовленный шашлычок, он бы зашел нормально. Вот так прям грусть, серьезно. Морковка с сумахом. Гарнирчик приятный. Но шашлык расстроен. С виною стоит дороже. 430 рублей за примерно тот же вес и примерно то же количество кусочков. Вот здесь вот мясо мягче. Смотри, ничего себе, свинина мягче, чем курица. Дожарено все. Никакого тебе medium-re. Все нормально сделано. Давай. Хороший, добрый маринад. Руками попробую, потому что руками отдельный эффект. Мягкое мясо. К свиному шашлыку у меня нет вопросов. Помимо того, что он остыл, и пока ехал, остыл, и пока здесь мы болтали, готовились, остыл. Тем не менее, даже остывший шашлык нормально жуется. Нет ощущения заветренности, нет ощущения того, что его готовили, хрен знает когда. В отличие от куриного. В общем, свиной шашлык норм. И сумах в тему, и маринадик вкусный, и пожарено хорошо. То есть, не высушено. Сахара, вы наполовину молодцы. Пока, пока. Мы сейчас доберемся до шавухи. Так, что по шавухе у нас? Я заказал шаурму из ягненка в лепешке. Какая-то из них 500 рублей стоит, 325 грамм. И куриная 300 рублей. Я отвечаю, было дешевле. Все-таки, когда мы делали обзор, она стоила, по-моему, 200. Блин, необъяснимое повышение стоимости. Ну, давай, так, 325 граммов. И та, по-моему, столько же весит. Поэтому мы сейчас как-нибудь... Давай, держись, блин. Какие-нибудь подставки бы. Так жалко ее ронять. Сколько? 400, посмотри. Все хорошо по весу. Так, давай разглядим ее. Выглядит она так же, как я ее помню. То есть, тут отдельно вот эти всякие украшательства, которые сейчас начнут тут падать явно, да? По большому счету, никчемная вот эта картошка, она... Ну, это понты. Морковка, помидорчик. Отдельно намазано соусом. Консистенция соуса такая странная, маленькая. И внутри мясо. Я вот хочу... Это куриная. Это как раз куриная шавуха. Я хочу посмотреть именно мясо. Да. Это то, на что я надеялся, что там будут те самые куски мяса срезанного. Большие такие, в турецком стиле, знаешь. Знаешь, когда у тебя не мелко рубленое мясо, а прям вот такие вот куски. Офигенно. Все так же, как и было. В этом плане не испортилось. Ну, давай попробуем целиком. И очень мягкая, классная лепешка. Вот эта вот лепешка пита, которую они используют. Офигенно вообще. Серьезно. То есть, она такая, наверное, тандырная, что ли. Вот ощущение, как лаваш. Знаешь, вот лаваш ты иногда покупаешь где-нибудь. В местах, где его делают хорошо. И вот это вот именно такой хлеб. Такой хлеб. Так, ну что. Год не виделись примерно. Целый год не виделись с тобой. Это по мне. Вкусно. Чувствуется мясо. Чувствуется очень вкусная лепешка. И хороший соус. Причем у меня есть воспоминания с прошлого обзора. Когда, ну, как бы, соус, он уходил на второй план. И практически роли не играл. Чего мне не нравится в пите. Здесь все прекрасно. Но не хватает соуса. То есть, соус здесь есть. Соус есть чуть ниже, когда доесть. Сейчас я ем слой мяса. Оно вкусное. Но соус, конечно, было бы прикольно, чтобы было в том числе и мясо обмазано. Здесь то ли они стали больше соуса добавлять. Вот в целом такое ощущение. То ли соус изменили. У него какой-то вкус более концентрированный стал. Вот. То есть, тут чувствуется белый соус. Тут чувствуется вкусное мясо. Вот это все, что сверху. Картошка и прочее. Это понты. Я не люблю это. В Гирсе мне это не нравится. В этой шаурме не нравится. Но когда ты догрызешься уже до мяса вместе с хлебом, с этим соусом. Это вкусно. Сахара клевые. В общем, как и были. Черт. Та самая шауха. От этой шаухи впить ощущение, как будто ты сочный арбуз ешь. То есть, у тебя щеки, все пачкается, ты весь пачкаешься, у тебя что-то падает. Но ты получаешь удовольствие. То есть, щеки сладкие, но ты кайфанул. Короче, классная шауха. Если у меня есть желание сейчас это доесть, значит это классный продукт. А у меня такое желание есть. И не только потому, что я сегодня не позавтракал. Ну, просто классно. Реально. Вот эти куски резаного большого мяса, они доставляют. То есть, мне кажется, вот всем шаурмистам надо украсть у них идею. Прямо вот большими кусками класть, потому что это вкусно. И еще, конечно же, красть идею с лепешками. Лепешка шикарная. Ну, давай сразу и вторую попробуем. Она вот так же выглядит абсолютно. Сверху заботливо кладут пакетик. Чтобы, короче говоря, все не размазалось, не разлетелось. И, в принципе, все не разлетелось. То есть, вот эта шаурма, в отличие, кстати, вот от предыдущей, что мы снимали обзор, да, с доставкой. Во-первых, ближе везли. И, во-вторых, как-то, ну, более адекватно упакована. И она не испортилась. То есть, она приехала, булочка еще не промокла. То есть, все норм. Это шаурма с ягненком. Она стоит, та, 300, а это, вот я говорил, 500 рублей, по-моему, да, Диман? Да, 500 рублей с ягненком. Ничего себе. Ну, давай. Ну, не похоже, не похоже, что это ягненок. То есть, довольно плотное мясо. Как будто все-таки я там взрослый баран. Ну, видимо, принято называть ягненком все, что баран в Сахаре. Поэтому не буду прикапываться. Мясо нормально, опять-таки, соус есть. Но его здесь как будто бы меньше. То есть, тут нет ощущения, что мясо в соусе. В целом, ощущение, что мне сухо. То есть, если выбирать вот это шава или куриное. Ну, во-первых, куриное дешевле. Хотя дороже, чем было. Во-вторых, она более сочная. Более сочная, потому что и мясо более сочное. Здесь оно как бы все-таки высушенное. Тут ощущение, что это скорее джерки, наверное, такие. Ну, знаете, биф джеркс. Короче, нет. Вот это шава я все брать не стал. Куриное прям вообще отлично. Ну, в общем, ладно. Шаурма та же самая легенда. Ребята, я рад. Я рад, что я теперь могу доехать или заказать в нормальной лепешке классного мяса. Это хорошо. И, кстати, не право. Я не знаю, вот люди писали. То есть, в основном все хорошо о Сахаре отзываются. Но некоторые пишут, я попробовал ничего необычного. Да, ничего необычного. Но с другой стороны, когда ничего необычного, но хорошо сделано, это же классно. Но в такой лепешке шаурму в Москве сосчитать по пальцам. Все используют питу. Стали последнее время использовать питу. Это уже хорошо. Шаурма в пите реально лучше, чем в лаваше. О, кстати, теплая еще до сих пор. Но вот именно в такой лепехе, ну хрен знает, у меня на районе нет. А теперь есть. Класс. Ладно, давай пока мы сделаем паузу на еще два горячих блюда. Это плов, который специально для нас приготовили. И люля-кебаб куриный. А ну-ка, что там с разумностью цен у нас? А? Люля-кебаб куриный стоит 500... 510 рублей люля-кебаб. Дороже, чем куриный шашлык. Вы что? Так. 140 граммов он должен весить. Плюс 50 граммов гарнира, как всегда у них. Посмотрим. 220 граммов. Нормально. 510 рублей. А вот плов, ребята, который стоит 890 рублей. 890 рублей. Должен весить 400 граммов. 487. Вот тут спасибо. Тут все хорошо. Так, люляшечка. Ну, слушай, люля мягкий. Не то, что куриный собрат. Смотри, нормальная люляшка такая. Хорошо сделанная. Мягенькая. Но вот соуса никакого нет, к сожалению. Давай попробуем без соуса. Между прочим, про соус у меня был разговор с девушкой, которая мне звонила. Она мне звонила и спросила, а что вы соусы не заказали? Я у нее спросил. Я говорю, а что в комплекте соусов нет? Там же вроде что-то через слэш написано. И она отвлеклась насчет выяснения, есть ли у них все-таки плов или нет. И мне на этот вопрос не ответила. То есть, тема соусов у нас закончилась не решившись. А соусов у них по факту нет. И соусы надо докупать. Грусть вообще соус. Ну, слушай, реально, объективно, вот за эти деньги, за эти деньги, ну, положить какую-нибудь легкую баночку социбели или отжички там, ну, это было бы прям совсем не лишним. Правда. Сахара, ну вы же хлебосольный. Ну, за 510 рублей чуть-чуть, маленькая плошечка. Там вот эта баночка стоит 5 рублей. Соус стоит еще 5 рублей. 10 рублей, ну, положите. Ну, что вам? Ну, серьезно. Абсолютно неинтересный люля-кебаб. То есть, я бы себе еще заказывать не стал. После того, как мы приготовили сочные, мощные люля с Сашей кебабом, если помните, на гриле Саня из Сочи приезжал, да, великий мангальщик всей Руси. Вот. Сань, привет, если будешь смотреть. После того люля-кебаб, который мы приготовили, вот этот прям сочный, блин, реально, реально, он мне снился, очень вкусный. Все остальные люля-кебабы, они как-то теряются. Вот этот совсем потерялся, потому что у него нет вообще практически никакого вкуса. Он пресный. И он, вот, бывает же такое, что пресное блюдо, но при этом оно даже, можно сказать, пересоленое. То есть, здесь довольно много соли, но оно пресное по вкусу. Вот это же надо такое сделать. Я не скажу, что это плохо, это съедобно, но это не феноменальный какой-то люля-кебаб. Он даже мягкий, но вкуса у него как будто бы нет. Грусть, печаль, тоска. 510 рублей. Соус бы, кстати, разрулил соус. Чесночненький, томатненький такой соус. Я вообще считаю, что если продается какое-то блюдо, оно должно быть от и до полноценным. Если вы продаете блюдо, вот кто это был? Павлин Мавлин, по-моему, делали перетест. С Машей, да? Химой. Они клали просто, ты заказываешь шашлык, и они тебе кладут просто мясо. Шашлык, это не просто мясо, шашлык это блюдо. Ну, по крайней мере, в ресторане наверняка это блюдо. И в доставке это должно быть блюдо. К этим ребятам меньше вопросов, потому что у них тут есть гарнирчик хотя бы, да? То есть тут есть и мясо, есть какие-то овощички. Хотя бы так, окей. Но, если уж совсем делать хорошо, сделайте еще соус. Положите еще соус, будет зашибись. И как вот где-нибудь в советское время мы когда ходили, вот в пластиковых этих гнущихся тарелочках, брали шашлык там в парке Горького, и всегда хлебушек. Кусочек черненького хлебушка клали. Вот это зашибись, вот это полноценное блюдо. Я считаю, что так правильно. Поэтому тут у нас пока полноценных блюд от Сахары не было. Мясо и немножко овощичек это хорошо, но не до конца. Везде нужен хотя бы соус. Ладно, хлеб бог с ним. У нас есть лепешка, вот она. Лепешка с сыром, которую я заказала отдельно. Лепешка-руль я ее называю. А такая лепешка, кстати, денег стоит. Вот, она стоит 120 рублей. Вот, видно? 120 рублей стоит такая лепешка с сыром. Она уже остыла, конечно, тут ничего не будет тянуться. Ну, давай сразу попробуем, что там. Где сыр-то? Где сыр-то, ешки-матрешки? Я что-то сыр не вижу. Там есть сыр внутри? А, да, вот кусочек сыра. Я выломал кусок, где совсем мало сыра. Ну, давай попробуем. Слушай, вот тандырные вот эти истории, они, конечно, замечательные. Катастрофически мало сыра, но феноменально классное тесто. Мне очень нравится. Оно влажное такое, здоровское. Ну, вот из этого же теста делают и лепешки для шаурмы. Оно клевое. То есть, по большому счету, мне вот этот рогалик не надо продавать как лепешку с сыром. Продай мне подешевле и без сыра. Просто как вот. Ну, у них там, наверное, есть лаваш в продаже. Я-то именно зацепился, конечно, на сыр. Но он тут роли особо не играет. Белый хоть домашний сыр. Его мало. Он серьезно... Ну, не сказывается на вкусе. Вот маленькие вот эти кусочки сыра. Но тесто классное. Сабзи плов. Что это такое? Ну, я не очень разбираюсь в узбекской кухне, но знаю, что сабзи это зелень. Соответственно, это плов, где мясо и много зелени, да. Ну, и плов. Тут плов представлен в виде риса. Я не знаю, в таком ли формате должен подаваться сабзи плов. Для меня, конечно, все-таки плов это рис, который впитал вкуснейший вот этот бульон наваристый там на мясе. Здесь же просто вареный рис, подкрашенный вот этой альтернативным шафраном, назовем так, да, как это называется травка. Напишите в комментариях, который не шафран, но красит тоже хорошо. Турецкий типа. Турецкий шафран его называют еще. Вот, 900 рублей. 890 рублей. Тут много действительно зелени. Тут довольно много мяса. То есть, если выложить мясо, то это впечатляет. Это впечатляет приблизительно как раз, наверное, на эти 900 рублей. То есть, здесь действительно, смотри, прям барашка, барашка, барашка. Тут мяса не меньше, чем риса в общей сложности, да. И вот еще кусочек. Вот, мы все мясо переворошили. И вот он получается плов. Такой, ну, как бы раздельный плов. Отдельно рис, отдельно зелень, отдельно жареное мясо. Первый раз такой ем. Никогда не пробовал вот в таком раздельном варианте. Давай. Вообще зелень это хорошо. Когда много зелени, любое блюдо становится кайфовей. Петрушка, лук. Жареный лук отдельно. Слушай, я не знаю, шпинат, что ли, они еще добавляют. Укроп. Короче, просто вот куча-куча разной зелени. Не, наверное, шпината нет. Но в целом приятный вкус сейчас получается. То есть, когда вот это вот загребаешь вместе с рисом, нет ощущения какой-то обделенности. Плюс рис довольно неплохо сварен. То есть, ну, вкусно. Мягкое мясо. Отличное мясо. То есть, смотри, он уже подостыл. А вот эти кусочки баранины, они мягкие. Мягкое мясо. Для меня это новый формат плова. Честно, я в таком виде не пробовал. Повторю, что я привык, когда это все там вот вместе. И рис пропитанный. Но это неплохо. То есть, от этого даже, знаешь, от плова все время ощущение, что он чрезмерно какой-то жирный. То есть, ты его ешь, он прям сытный. Тебе нормально, все хорошо, но он прям жирный. Вот здесь же такого нет ощущения. То есть, тут вареный рис, в который ты замешиваешь много зелени. А зелени это кайф. Замешиваешь сладкий пожаренный лучок. И рядом лежит вкусно замаринованное, хорошо пожаренное баранье мясо. И вот это все очень вкусно. Я не знаю, насколько стоит это 900 рублей. Я не знаю. По себестоимости, конечно же, нет. Но по вкусу и тому, что я получаю 400 граммов вот вкусных продуктов и по отдельности. И смешанных, они тоже вкусные. Меня это устраивает. Мне это вкусно. Дальше у нас шаурма в лаваше. Слушай, она до сих пор теплая. Мы что-то ходим, трындим, она не остывает. Вот в лаваше она сохраняет лучше тепло. Реально тепленькая. Вот такие штуки. Длинные-длинные штуки. Все, как мы видели уже когда-то. Шаурма куриная гигант обычный лаваш. И шаурма телятина гигант. Не написано, какой лаваш, но, очевидно, тоже обычный. У них, видимо, есть сырный еще. Я не обратил внимания. Так, что по ценам? 390 с телятиной и 290, то есть на 10 рублей дешевле, чем в пите, с курицей. Давай, распакуй. А, ну подожди. 400 граммов. То есть тут шаухи, в принципе, увеситые. 403 грамма. Четенько. Ай, 2 грамма недовес. Почти четенько. 2 грамма мы не считаем. Я, честно, когда я вот поел вот это вот в пите, мне в лаваше уже не очень. Хотя у меня сын, например, вообще не понимает шаухи в пите. Он мне все время, если я покупаю, мне говорят, купи мне в лаваше обычный, че, какая-то лепешка мокрая. Но она уже такая, видишь, тоже вот эта проблема доставки, то, что начинает вымокать. Он был завернут, там конденсат и все, конечно, вымокает. Тем не менее, тем не менее, шауха. Это какая у нас была? Это куриная, судя по всему. Зато в лавашной шаухе все распределено равномерно. Если в пите у тебя там и сухое мясо может попасться, овощи где-то отдельно лежат. Тут все вместе. В этом плюс, несомненно, что тут все как бы в соусе извозюкано. Вот это радует. Вот это доставляет. Давай, 400. А вот волос, волос. Товарищи, блин. Хороший такой, кавказский. Волос, причем внутри шурмы, это немножко расстраивает. Я человек, конечно, не брезгливый. А если бы я был брезгливый, меня бы это расстроило настолько, что я бы есть не стал. Но я человек не брезгливый, я попробую, потому что у меня работа такая. Я и волосы должен есть иногда. Короче, в общем, ладно. Сахара, чепчики. Чепчики на голову одевайте. Объективно, шавуха. Я понимаю, почему у меня сын хочет такую есть. Без волос только. Объективно сочнее. Объективно удобнее. Объективно равномернее, чем в пите. Но почему-то у меня какая-то необъяснимая любовь к пите. Видимо, все, что угодно туда положи, я буду хвалить больше, чем в любом другом формате. В общем, это вкусно. Это сочно. Действительно, она гораздо сочнее по ощущениям, чем та в пите. Но мне все равно в лепешке нравится больше. Хорошая шавуха. 290 рублей для нее. Ну, типа, наверное, дорого. Блин, сколько сейчас шавуха стоит? Ну, 160 где-то обычная, да? И по весу у метро приблизительно так же. То есть, она не стоит настолько дороже. То есть, она по вкусу не настолько лучше, насколько дороже обычной там шавухи у метро. Но она классная. То есть, она хорошая. Тут вкусные соусы. Тут свежие огурчики солененьких я не вижу. Жалко. Я бы был рад видеть соленые огурцы в шаурме. Все гармонично, аккуратно сделано. Длинная такая палка, которая удобно есть. Ну, наверное, с доставкой вот у себя я бы заказывал. Ну, точнее, что заказывать. Я честно признаю, что я буду заказывать. Потому что раньше для меня Сахара это была недоступная история. Они ко мне не возили. Даже до того, как сгорели. А уж когда сгорели, они возить не стали бы, даже если бы захотели они. Вот. А теперь это есть у меня в районе. Я заказывать буду, потому что мне нравится. Я знаю, у меня на районе еще несколько мест, где делают вкусную шаурму. Дешевле, дешевле. Не намного хуже по ощущениям. И в том числе в пите. Вот. Ну, я как человек, всем сердцем любящий доставки, я, конечно, буду пользоваться. И такую заказывать не буду. А вот в пите буду. Она и приезжает лучше. И все-таки она мне как-то душевнее. Я не знаю. Напишите в комментах, что вы думаете. Вот. Кто согласен со мной, пиши. Пиши. Согласен. Насчет питы. Напиши. Кто считает, что в лаваше это number one шавуха, пиши. Не согласен. Вот проверим. Проведем перепись населения, короче. Кто со мной в одной лодке. Ребята, давай топим. Топим за шавуху в пите. Причем не в пите, а вот в лепешке. Давайте. Согласен. Ладно. У нас еще тут телятина-гигант. Телятина. Телятина. Телятина это говядина. Так же, как ягненок это баранина, телятина это говядина. Я уверен, что там не маленький бычок, скорее всего, участвует в этой шаурме. Ну вот. Опять эта длинная монументальная штукенция, которая Насте Ивлеевой наверняка понравится. То есть она бы оценила бы эту шаурму. Не, ну это нормальная история. Та же ситуация, что и в пите, да. Там куриная была сочная вся в соусе. И из баранины нет. Здесь куриная вся в соусе. Из телятины, ну то бишь из коровы, да, из говядины нет. То есть тут выглядит эта шаурма посуше, но тем не менее, смотри, мяско. Мяско, 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 вау. Оно чуть меньше рубится, видишь, под такую шавуху. И вот они, кусочки мяса срезанные. У них еще прикольная тема, это вот эти вот слайсеры электрические для срезания мяса. Кто обзор смотрел, те помнят. Я такого, я в Москве не видел, серьезно. Я, я так понимаю, на Востоке это вообще норма. То есть там на турецких базарах куча везде, там в Стамбуле где-нибудь вот такими штуками срезают мясо. У нас такого я еще-то не видел. Вот в Сахаре первый раз. Вот. Это клево, мясо тоненькое, тоненькое, понимаешь, получается. И это, и это доставляет, конечно. Запах хороший. Тоже ощущение, что даже соус тут немножко другой. Ну, либо мясо очень хорошо замариновано с кориандром. В этой шавухе, либо из-за мяса, либо из-за соуса, чувствуется кориандр. Привкус, скажем так, бородинского хлеба. Хороший, добрый привкус. Я вообще, то есть в соусе для шавухи добавлять кориандр, это просто must-have, я считаю. Ну, в общем-то и в мясо, в маринады, там, для шашлыков кориандр отлично заходит. Здесь очень такой умеренный, но явный вот этот привкус. Мне нравится, мне нравится теплота кориандра по вкусу. Но шавуха мне это нравится меньше. Вот так вот. Ну, реально, курица сегодня порвала и баранину, хотя я баранину люблю. Порвала и говядину, хотя я говядину тоже люблю. Ну, потому что и баранина, и говядина по факту вот в шавухах суше. А курочка норм, курочка влажненькая, сочненькая, замариновенькая, все такое. Чтобы вы правильно понимали, это вкусно. Это вкусная шаурма, то есть она нормальная. Там соусов хватает, внешне кажется, что их мало, но хватает овощички, лаваш, все это вкусно. И есть, опять-таки, удобно. Но мне не заходит, потому что все-таки говядина. Говядина суши получается. Говядину надо есть в стейках. Вот так вот. Ну, в общем и целом, могу сказать, что я доволен тому факту, что у меня на районе есть Сахара. И теперь я могу заказать все, что хочу. Я сразу говорю, что относительно критерия лайк, то есть советую или не советую заказывать, однозначно лайк. Шавуху заказывать можно. Или в ресторан к ним заехать, или заказать с доставкой. Можно. Это вкусно. Давай посмотрим еще напитки. Все-таки Тархун, Святой Грааль, хоть и под брендом Сахара. Как они договариваются с производителем-то, я не понимаю. Как они договариваются, чтобы свой логотип поставить? Это какую партию надо купить, чтобы тебе, значит, ООО Лолинга из Щелкова приготовил со своим логотипом бутылки? Я даже не могу представить. А это Щербет. Слушай, у меня Дима говорит, у тебя в чеке Щербет, да? Говорит, а где Щербет? Потому что у каждого своя ассоциация со словом Щербет, да? Это напиток в Сахаре. Щербет – это мороженое, ягодное. Щербет – это, Дим, в твоем представлении, это сладость, да? Десерт Щербет. В данном случае Щербет – это напиток. Щербет восточный пол-литра 300 рублей, кстати, стоит. Дорогой Щербет. А вот Википедия четко говорит, что Щербет – это традиционный напиток в странах Востока, приготовленный из шиповника, кизила, розы или лакрицы и различных специй. Вот это Щербет. Короче, вот все, что я сейчас сказал, все должно быть здесь. Я никогда не пел «Восточный Щербет», понятия не имею, какой он должен быть по вкусу. Судя по описанию, это что-то типа Глинтвейна. Глинтвейн, Сбитень, Грок, что-то такое. Только на восточный лад нифига. Карамелька. Реально пахнет, как карамелька. Карамельки Тофифи. Нет, не Тофифи, а вот такая, ну, леденец. Какой-то леденец, короче. Давай попробуем. Блин, какой-то типа вкус как у барбариски, вот эти. Кушаешь леденцы, вот прям как у барбариски, хотя барбариски красные. Это желтое, должно быть какое-то цитрусовое, типа нифига. Вкус такой и вкус, и запах сладкий-сладкий карамельный какой-то получается. Не знаю, что сказать, как к этому относиться. Это вкусный напиток, но он, наверное, сладковат для меня немножко. Я люблю чуть более такие, скорее в кислинку продукты. А это именно такой прям, в сладость. Своеобразный вкус, никогда такого я не пробовал в виде жидкости, по крайней мере. А в виде твердости это барбариска. Ну, вот реально барбариска. Только в жидком виде. Ладно, фиг с ним. Дархун пробовать не буду, но святой Граиль, святой Граиль, там... Что там пробовать? У нас осталось еще котлеты, которые уже, естественно, нафиг... Ну, поняли, что с ними произошло, они остыли уже. И Цезарь за 1100 рублей. Я в шоке. Я не верю, что я это говорю сейчас вот своим ртом. Цезарь 1100 рублей. Что бы там ни было. А там креветки, я уже сейчас вижу. Котлеты 150 граммов должны весить. Причем гарнир, вместе с гарниром, судя по картинке... Гарнир ровно такой, как и на картинке. Весит 223. Слушай, ну она уже остыла совсем. Я не знаю, как показывать. Она жесткая, довольно остывшая, да? Как, наверное, и любая котлета. Ну, такая прям жареная котлета. Хрен знает, что сказать. Это котлета из говядины. Она как бы не может быть, наверное, очень сочной. Она такой должна быть. Структурка, как в 90% бургерных, смотри. Приблизительно такая же. То есть, ну в целом, в целом неплохо. Давай по вкусу, что там, по соли посмотрим. Прям слишком, слишком соленая котлета. Абсолютно нет. Невкусно, жестко. И вообще ощущение, что ты ешь говяжью котлету, нет. А ощущение, что это говядина перемешанная. Ну, возможно, с курицей, я не знаю. То есть, мне кажется, это фарш, не монофарш. А что-то там в нем есть еще. Что перетягивает. Ну, забирает вкус говядины. То есть, вкуса говядины нет в этих котлетах. Ну, хотя там, очевидно, она есть, эта говядина. Но вкуса, вкуса нет. В общем, эти котлеты неинтересные. Они пересоленые. Они сухие. И брать совершенно не стоит. И 4,60 рублей. Ну, это просто адский ад, короче. Это, наверное, самое... Нет, после куриного шашлыка на втором месте по неадекватности общим ощущениям положительным. То есть, вот, либо хорошо, либо плохо. Вот Сахара может так делать. Среднего у них особо ничего нет. Ну, кроме шаурмы с говядиной и телятиной. Но это вкусовщина моя. Ху, Цезарь! 250 граммов. У нас еще соус отдельно. Ну, короче, соус не буду накладывать. Вот соус. То есть, в принципе, соусом тут даже перевес. Царь-Цезарь! Смотрите, еще состоит. Значит, давайте разглядывать его поподробнее. Сверху сырок. Не пармезан, но а-ля пармезан. Салат Романо. Семга. Посмотрите, сколько семги. Хорошая семга. Она явно слабосоленая. Это не свежая. Не свежий лосось. Креветки с хвостами. Убирайте вы хвосты. Хотя они будут выглядеть, конечно, хуже. Но людям будет удобнее. Так, что тут еще из люкс? Из люкс. Да ничего, семга, две креветки и все. А, три креветки. И крутон. Промасленный каким-то соусом красным. Но при этом хрустящий. Ну и, конечно, соус. Соус это главное в салате Цезарь. Остальное понты. Соус очень похож на хороший соус Цезарь. Там прям видно кусочки анчоусов, кусочки зернистой горчицы. Соус внешне выглядит бомбически. И по вкусу это офигенный соус. Вот эти всякие креветки, семга. Это все, вот серьезно, второстепенно. Ты мне дай просто листьев салата. Ну, еще может быть греночек. Листья салата, гренки и офигенный соус. И вот это то, что должно быть в салате Цезарь. Сын звонит. Да. Ну, не покидает, конечно, меня чувство, что я ем салат за 1100 рублей. Прям совсем не покидает. 1100 рублей. Куда столько? Так, ну вот как вот слабосоленая семга будет стыковаться с этим соусом, я не очень понимаю. Я сейчас попробую, может это свежий лосось. Но тогда у меня вопрос о к его структуре. У меня слабосоленый лосось. Окей. Ну, смотри, да. При всем при том, что действительно соус очень круто сделан. Серьезно, это вкусный соус Цезарь. Но вот продуманности до конца салата нет. Но вот я сейчас бы замешал все это с хвостиками креветок, да. И как бы я потом из соуса этот бы хвостик доставал. Если не замешивать, то я должен есть отдельно без соуса эту креветку. Это нелогично. Давай съем, кстати. Кстати, нормально пожарили. Не пересушили, молодцы. Ну, давай попробуем сейчас этот салат. Как бы недостатки в нем есть. И первый недостаток это все-таки цена. Ну, давай. Вместе с соусом. Ну, что могу сказать, клавяюсь в ноги чуваку, который рассказал и показал простейший элементарный рецепт соуса Цезарь. В нем нет ничего сложного. Его надо просто сделать. У них получился вкусный соус. У них получился очень странный салат в целом. Но получился вкусный соус. Если они будут подавать этот салат, там, не знаю, с курочкой, без всяких этих понтов слабосоленой семги и креветок, уж тем более, нахрен они здесь не нужны. И вот с этим соусом будут делать обычный салат Цезарь рублей за 300. Да пусть за 350. Вот эти вот 250-300 граммов с удовольствием. Серьезно, я бы брал. Я бы брал. За 1100, конечно, нет. Я не помню. По-моему, у них нет даже обычного салата Цезарь. То есть, я почему и заказал этот Цезарь, потому что он, наверное, единственный был. Могу ошибаться. Мы еще на сайте посмотрим. В общем, если есть Цезарь дешевле и обычный, но с этим же соусом, это зашибись. Круто сделано. Ну, просто лайк. Просто лайк вообще. Вот молодцы. Серьезно. Просто могу есть листья с этим соусом. Он хороший и вкусный. Но вот порвать листья можно и побольше, короче. И избавиться от кочерыжек. Не-не. Оставить кочерыжки. Жилки хорошего салата. И все вкусно. Я всегда оставляю Цезарь под конец обзора. И, как правило, обзор заканчивается негативом. Сегодня обзор заканчивается позитивом. При том, что я на днях заказывал из шоколадницы. Кто подписан на меня в инстаграм и смотрит сториз, видели, наверное. Я заказываю из шоколадницы всегда Цезарь, потому что он мне нравится. Для меня это один из заталонных Цезарей. Очень вкусный соус. Который, ну, как бы, который для меня ориентиром служит. Мне нравится Цезарь в шоколаднице. Бывает, наверное, и вкуснее, и лучше, и будет хуже. Ну, вот в Цезарь, прямо в шоколаднице, прямо для меня ориентир. Здесь офигенный. Здесь вообще не хуже соус. Классно сделанный. Красавчики. Мне очень понравилось. Вот. И на такой позитивной ноте. А я доволен. Я доволен, когда Цезарь сделали хорошо. Это, черт подери, огромная редкость. И сегодня у меня настроение хорошее. В принципе, весь обзор был под конец, и он мне стал еще лучше. Сахара. Красавчики. Респект. Цезарь удался. Но не за 1100 рублей. Ладно, ставим оценки. 84 балла набирает. Блин, не 100 баллов набирает, конечно, потому что есть недостатки. Но все-таки, повторюсь, для меня, наверное, вот вы видите, стоит критерий лайк пятерка. А у нас либо 5, либо 0, либо да, либо нет. Такая история. Для меня это клевое место. Я не знаю. Ну, те, кто смотрели обзор, там писали и негатив, и купленный, и прочее. Хотя, все видели прекрасно, что я зашел, и меня сначала вообще выгнать планировали оттуда. Смотрели, вот меню. Не, это еще, там еще огромный есть. А, в смысле, это на стола? А что, на малый раз. Покашеварим. Сколько карпатищиков? 700 тысяч. Так, разузнали, что вроде там не ревизора, типа, так, поесть пришел. Ты, пожалуйста, снимай. Потом хлебосольно встретили. И, в принципе, мы тогда в хороших отношениях разошлись с руководством. Больше с ними никогда в жизни не общались. Они ни спасибо, там, за обзор мне не говорили, не предлагали какой-то переобзор снять, ни рекламу их нового заведения. Нет. Это просто лично, лично моя инициатива, что в прошлый раз, что в этот, сделать обзор на заведение, которое я считаю достойным. А достойным, я считаю, заведение, любое, которое ставит в углову угла, это вот хлебосольность и вкусную еду. Здесь вкусная еда. Неважно. Многие могли говорить вот про то заведение вкусово, которое сгорело. Что там, блин, такой шалман, там, вот это все вообще несовременно. Ивлев бы не оценил, такие комментарии были. Да и возможно. Да кто ж спорит, да? Мне тоже не нравится вот этот формат, там, чайханы, то есть мне эти ковры. Мне не нравится. В общем, ощущения. Но, понимаешь, когда я находился там, а я туда заезжал еще несколько раз, правда, так, с собой взять. Но, тем не менее, у меня ощущения были уютные. Мне было хорошо. Конечно, возможно, весь этот антураж, там, Сахаровский, он и сыграл вот эту роковую роль. И что-то там где-то вспыхнуло. Я не знаю, там, что случилось. Это уже пусть следствие разбирается, меня не касается. Но сам факт, что это было хлебосольное заведение, ну, как было, оно и есть, получается. Еще же там другие три точки, в которые делают вкусно, понимаешь? То есть я видел аккуратно одетых поваров. Я видел эти красивые вертела мяса, в которых срезали вот этим слайсером, понимаешь? Мне от этого приятно. И то, что у меня здесь появилось это заведение, я доволен. Почему 84 балла? Потому что температура довольно прохладненько. Привезли некоторые позиции. Скорость, я считаю, 5. То есть они мне готовы были привезти. Вот, блин, пол девятого, понимаешь, уже готовы были везти мне. Хорошо, что я... У меня Дим чуть позже приезжает. Я на 12 перенес, привезли ровно. Ставлю 5. Сервис ставлю 4 за отсутствие дополнительных салфеток. Дайте мне побольше салфеток. Потому что вот с этой шаурмой, арбузом, да, довольно сложно справляться. И остаться чистым. Соответствие 5. Вкус, качество 4. Цена 3. Цена 3. Дороговато. Блин, это объективно. То есть, когда шаурма стоила 220 куриная, я готов был платить. Серьезно. 300, я уже подумаю. 290 в лаваше, я тоже подумаю. Но мне кажется, это все-таки перебор. Да, хорошая шавуха. Классно сделанная. Но перебор. Я ставлю 3 балла. Вкус, качество, почему поставил 4,5? Ну, потому что вкусовщина. Возможно, вам баранья, шаурма там понравятся. Возможно, вам понравятся эти котлеты сухие, говежьи. Может быть. Но, по моим ощущениям, здесь были продукты, которые я бы не хотел есть. Которые я бы не хотел есть. Но, в другой стороны, здесь есть офигенный цезарь, который я реально хочу доесть. Исключив оттуда, правда, семгу, потому что она не сочетается с этим соусом. Но вкусный салат. Классно сделанный. В общем, такие оценки. 84 балла. Это в любом случае, что в первой двадцатке. Действительно, по моим ощущениям, это контора с доставкой. Если к вам возят, смело можете заказывать. И вы кайфанете. А если не кайфанете, ну, значит, мы с вами вообще на разной волне, чуваки. И вам надо от канала отписываться. Значит, вы не любите мощную жирную пищу, как это делаю я. И мощных жирных ведущих, как я. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. До скорых встреч. Сахарочка, Дим. Я так переживал, когда она сгорела. Мне реально после обзора, там, неделя прошла, прям, тюк-тюк, вот так вот посыпались сообщения. Вконтакте, в Инстаграме, в Директ. Слышь, Сахара, Сахара сгорела, прикинь. Я даже по-моему, пост у себя выложил, типа, блин, сочувствую. Они нифига никогда мне не отвечали, правда. Я так забыла. Я такischу. Я так же, тоже. Я так же. Продолжение следует...